ВИДИСКОП ВИЦЕ-ЧЕМПИОНО 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 И ДРУГИЕ МЕСТА ПЕРВА ЛИГА ТОЧНО ТАЖЕ ИДУТ ВОЕННЫЕ ДЕСТВИЯ ВОЙНА ИДЁТ ФРАКТИЧЕСКИ А МЫ ПРОВОДИМ ИГРЫ ВОЧЕНЬ СЛОЖНО ВПЕЧЛЕНИЯ МАЛО ОСТАЛОСЬ ПОТОМУ ЧТО УЖЕ БЫЛО НЕ ДО ФУТБОЛА И МЫ УВИДЕЛИ ЭТО И ПО ШАКТЕРУ И ПО ДОНБАССУ АРЕНЕ ТО СУЧЕСТВАНИЕ ПРЕМЬЕР ЛИГИ КОТОРОЕ УЖЕ, НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ УЖЕ ПОРЯДКО ДВУХ-ТРЕХ ЛЕТ НЕ МОЖЕТ СОБРАТЬ ВСЕХ ХОЗЯЕВ КЛУБА ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБСУДИТ КАКИТО ОБЩИЕ ВОПРОСЫ Но Я СЕГОДНЯ ДУМАЮ, ЧТО СОЗРЕЛО ВРЕМЯ И ОНО СОЗРЕЛО ЕЩЕ ПОКА ШЕЛ ТОТ ЧЕМПИОНАТ, ЧТОБЫ СОБРАТЬ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ОБСУДИТЬ ВООБЩЕ ДАЛЬНЕЙШУ ЖИСТЬ ПОТОМУ ЧТО ПРОБЛЕМ ОЧЕНЬ МНОГО НАКОПИЛОСЬ И МОРАЛЬНЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И СЕГОДНЯ ФИНАНСОВЫХ ТОЖЕ ОЧЕНЬ МНОГО С УЧЕТОМ ФАЕРПЛЕЯ Мы знаем, что Ростов взял право в России играть И учитывая, что там более-менее стабильная ситуация И все равно ему не подписали разрешение Не выдали лицензию на участие в Еврокубках И пошел в Спартак Опять же, как в такой обстановке Если сегодня у ЕФА ФИФА запретила играть В Донецке, в Луганске, в Харькове А сегодня у нас Шахтер, Харьков Металлист, участник Еврокубков Поэтому А играть без болельщиков на чужом поле Есть ли смысл вообще играть? Или не повторится ли той истории, как только это началось Когда мы уже говорили, хотят ли видеть нас там опять Витископ Спортивное видео